Вы смотрите выпуск новостей на Пушкинском телевидении. За 10 минут о самом важном в жизни округа в начале недели. 22 июня ровно в 4 часа утра. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. 1418 дней стали самыми кровопролитными в истории человечества. Это были годы лишения, горя, тяжелого труда. 80 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война. 80 лет прошло с тех пор, как наши отцы и деды ушли на фронт. Трагическую дату отмечают сегодня в нашей стране и на территории городского округа Пушкинский. На митинге возле мемориала «Скорбящая мать» присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса, члены общественных организаций. Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом и аномальной жарой митинг прошел по сокращенной программе, без лишних слов. Погибших почтили минутой молчания, а после возложили цветы. Ты же, ближе, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронили, хоть насмерть стоял. А в лесных полянах митинг прошел у мемориала жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь воспитанники летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Полянка» приняли участие в митинге. Ребята прочитали стихи и возложили цветы. Актуальная эпидемиологическая обстановка в Пушкино. Всего с начала пандемии только медработниками Московской областной больницы имени профессора Розанова было выявлено 12 968 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки новых – 100. Выздоровело за все время более 8 тысяч человек. Сейчас лечение в стационаре проходит 164 пациента, амбулаторно – более 3 тысяч. Сейчас остановить распространение инфекции можно только при помощи массовой вакцинации. В округе работают и стационарные, и мобильные прививочные пункты. МЧС по Подмосковью сообщает, что согласно прогнозу погоды, в период с 20 по 24 июня в Московской области ожидается аномальная жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. В условиях антициклона и длинного светового дня прогрев воздуха будет интенсивным. В дневные часы на этой неделе в Московской области прогнозируется сильная жара с температурой до 35 градусов. При сильной жаре жителям региона рекомендовали по возможности как можно меньше находиться на улице. Надевать светлую воздухопроницаемую одежду, обязательно носить головной убор и пить больше воды. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется программа «Мой подъезд». Ее цель – улучшить качество жизни населения, приведя каждый подъезд области не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жителей. 18 июня в Пушкино прошло промежуточное совещание по ремонту подъездов, которое посетил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На совещании присутствовало 6 муниципалитетов и более 30 управляющих компаний. О том, как реализуется данная программа в нашем округе, рассказала заместитель главы Пушкинского городского округа. Со своей стороны могу сказать, что да, сложности есть. По Пушкинскому подъездов мы должны отремонтировать очень большое количество. Это, соответственно, требует и больших финансовых затрат. И мы встречаемся с жителями, мы проверяем, постоянно мониторим ход исполнения работ по ремонту подъездов. Поэтому думаю, что мы не подведем. В нашем округе большая часть подъездов приходится на муниципальную управляющую компанию МБУ ЖУ Пушкина. Все материалы закуплены. Для выполнения работ было сформировано дополнительно 10 бригад. Администрация держит выполнение программы на контроле. 17 июня в рамках акции «Незабвенные волонтеры Победы» приводили в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Данная акция организована в память о тех, кто погиб на фронте. Место проведения, а именно кладбище Невзорова, выбрано не случайно. Здесь находится захоронение тех воинов, которые погибли при исполнении воинского долга на передовой. И найдены уже в наши дни. Были найдены родственники после проведения поисковых работ. И данные люди были захоронены у себя на родине. Они в братских могилах на месте боя. Пушкинская организация и волонтеры Победы меньше месяца. Сейчас в ней 15 волонтеров. Шесть из них занимались в этот день уборкой могил. Это постоянные активисты нашего округа, которые состоят в рядах юнармии. Также являются и участниками движения «Волонтеры Победы». После того, как могилы были приведены в порядок, волонтеры повязали на них георгиевские ленточки. 19 июня состоялся первый этап серии «Кросс-кантри-гонок» на велосипедах «Сейбл Рейс-2021». В ней приняло участие 39 спортсменов. Из них 31 участник в категории «Мужчины», 7 в категории «Женщины» и 1 в категории «Уницикл». Никаких дорог и асфальта, только леса, тропы, скорости, техника. Первый этап «Кросс-кантри-гонок» открыли в субботу. Трассу готовили тщательно. «Кросс-кантри» – это гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными техническими участками. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия. Участники у нас из разных городов. Есть и местные ребята из Пушкина и Пушкинского городского округа. Также есть и из Королева, Москвы и ближайших городских округов. Самое главное требование – это совершеннолетие, больше 18 лет, соответственно, и наличие шлема. Все, больше ничего не нужно. Главное – иметь хоть какие-то навыки езды на велосипеде, достаточно уверенные навыки. Знать, что такое хотя бы приблизительно велоспорт, и можно приезжать, пробовать свои силы. Международный союз велосипедистов признал «Кросс-кантри-гонки» видом велоспорта в 90-м году. Дебют «Кросс-кантри» как олимпийской дисциплины состоялся на летних играх в Атланте в 96-м. В округе этот вид спорта начали развивать много лет назад, когда была еще «Лавра Байк Челлендж». Теперь велосипедисты осваивают берег скалбы с гонкой под названием «Сейбл Рейс». Участники высоко ценят трассу. Мне очень понравилась хорошая трасса, интересная, сбалансированная. Есть где поработать, где отдохнуть, и всякая такая рулежка техничная, которая все время тебя отвлекает от того, что ты устал, не устал, потому что ты занят. Мне такие нравятся. Ну и технические элементы интересные, которые лучше посмотреть заранее было бы. Татьяна – одна из лидеров женского заезда. Олег Шиповал из электростали занял второе место. За час 37-3 круга. По словам спортсмена, мог бы и лучше, если бы знал трассу. Тут трасса, суть не в участках. Суть в том, что она вся в корнях, нужен двухподвес. На Хартейле тяжело здесь. На двухподвесе было бы попроще, поинтереснее, поувереннее, будем так говорить. Второй этап гонок состоится 7 августа, 3-11 сентября. Тогда же подведут итоги всех циклов. А пока трассу будут еще достраивать, делать интереснее и сложнее. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение. Еще одна хорошая новость для велосипедистов. Путешествуй на велосипеде. Встреча под таким названием прошла в простору Мультиспейс 20 июня. Группа энтузиастов-исследователей проехала в прошлом году путь Москва-Санкт-Петербург и сняла фильм о своем путешествии. Это была исследовательская поездка в рамках разработки мастер-плана первого национального веломаршрута Москва-Петербург, который будет проходить мимо Пушкина. Строительство первого этапа маршрута началось на отрезке между городами Московской области. Сама дорога будет проходить вдоль канала имени Москвы. Примечательно, что создание веломаршрута между Москвой и Петербургом станет первым шагом к появлению национальной сети велодорог, аналогичной Евровело. Пушкинский музыкальный театр закрывает 14-й театральный сезон. Непростой выдался творческий год, но несмотря на пандемию и ограничения, театру удалось выдать на суд зрителей целых два спектакля. Наш спектакль «Севастопский вальс» стал лучшим спектаклем для взрослых в Московской области. Конечно, для нас это сезон прорыва, несмотря на то, что работали с ограничениями, работали в сложных условиях. В пору отпусков и летних лагерей в последний раз в этом сезоне на сцену вышли узнаваемые по советскому фильму герои юмористического рассказа новеллы о Генри «Вождь краснокожих». Сейчас начинается самое интересное время – планирование и разработка репертуара на следующий 15-й сезон. У зрителей будет возможность прикоснуться к творчеству Чехова, увидеть новогодний спектакль про домовенка Кузю, оперетту Сильва и мюзикл «Женитьба Бальзаминова». Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Продолжение следует...